Опасность подстерегает детей на дорогах. Автоинспекторы Хакасии бьют тревогу. В республике неумолимо растет количество ДТП. Только в этом году случилось 806 аварий. В них пострадало 128 детей. Еще двое погибли под колесами машин. Константин Кравцов выяснял, кто же виноват в печальной статистике. Сегодня утром в центре Абакана произошла серьезная авария. Две иномарки разбиты практически в дребезги. По словам очевидцев, один из водителей не уступил дорогу, выезжая со двора. В результате предполагаемый виновник ДТП сам оказался в реанимобиле. Черепно-мозговая травма и ушиб груди. Пожилой мужчина говорит, был уверен, что путь ему открыт. Я не знаю, откуда он вылетелся, с какой распорожью детей. Именно невнимательность и безалаберность на дороге являются основной причиной роста аварийности, считают автоинспекторы. В этом году в республике случилось 806 ДТП на 10% больше, чем в прошлом. Отсюда и рост числа пострадавших. 1119 человек, погибших 83. Но самый незащищенный участник дорожного движения – это пешеход. Я себя безопасно не чувствую, когда перехожу дорогу. Потому что я в основном обычно хожу с ребенком. Обязательно смотрим во все стороны по нескольку раз. Бывают, что не пропускают водители. Иной раз удивляюсь. Один останавливается, вот с этого края уже начнешь переходить, он летит. Даже может вперед тебя еще обогнуть, бежать. Вина пешеходов усматривается в каждом десятом происшествии. То есть сами пешеходы меньше нарушают правила дорожного движения, чем водители. Последний громкий случай произошел на прошлой неделе. Рядом с четвертой школой на пешеходном переходе под колеса легковушки попала второклассница. День спустя девочка умерла от полученных травм. Детский травматизм – больной вопрос для автоинспекторов. В этом году уже два ребенка погибли под колесами автомобиля. С одной стороны, дети могут не знать правил. С другой, водитель небрежен. Но, как оказывается, здесь может быть и третья сторона. Один из многих в городе регулируемый пешеходный переход расположен у 25-й школы. Но вот незадача, чтобы включить кнопку, например, второкласснику, нужно либо перелазить через заборчик, либо обходить его по проезжей части. В общем, если он и рассчитан на школьников, то явно на тех, кто постарше. В ГИБДД не отрицают рост аварийности в целом возможное следствие реформирования МВД. На дорогах Хакасии более чем на 20% стало меньше автоинспекторов. Бехачи чувствуют себя свободнее. Но сколько бы автоинспекторов не вышло на улицу, аварии будут случаться до тех пор, пока водители и другие участники движения не научатся уважать друг друга. Константин Кравцов, Дмитрий Корнилов. Новости. Седьмой телеканал. Субтитры создавал DimaTorzok